Санду, Байден и зав клубом. Это ж каким больным воображением надо обладать, чтобы написать такую хрень? И на каких идиотов рассчитывать? Санду и Филат будут помогать Байдену создавать санитарный кордон вокруг России, гласит заголовок одной из додоновских помоек. Так и вижу, как Санду с Филатом окружают Россию и создают вокруг нее санитарный кордон. Эх, жаль, не дожил Пшизинский до этого времени, чтобы увидеть все это своими глазами. Зато вот Байден дожил и лично руководит операцией по окружению России молдавскими вооруженными силами. Пятый молдавский флот покинул Джурджулешты и вошел в Черное море. А молдавские атомные подлодки, базирующиеся в Бычке, были замечены в Баренцевом море. Спецназ обычным путем на маршрутках двинулся сразу на Москву под видом госарбайтеров. Цель спецоперации – обложить гладкой плиткой все тротуары вокруг госучреждений до первого снега. Байден уже выделил на спецоперацию через Сороса молдавским НПО миллион баксов. Скажете, что это бред сивой кобылы и будете правы. Но социалисты так не думают. Вернее, совсем не думают. Фиаско в первом туре начисто отбило у них способность к умственной деятельности. Придумать ничего не могут, поэтому в ход идут страшилки четырехлетней давности. Некогда респектабельная газета, превращенная Додоном в партийный листок, пишет «Независимый кандидат присутствовал на божественной литургии в монастыре святого Дмитрия в Чадр-Лунге. Вместе с прихожанами он помолился за здоровье и благополучие нашего народа». Ну, слава богу, успел хоть в Чадр-Лунге. А то в Кишиневе Майя Санду еще не выиграла второй тур, а уже начала закрывать все церкви. А вот писанина целого депутата-социалиста. Игорь Додон, президент. Унионизм не пройдет. 9 мая это день победы, а семья это папа и мама. Бельцы не допустят унионистку в руководство страны. Не допустят подмены понятий и пропаганду геев и лесбиянок. Бельцы решительно выступают против Майю Санду и ее планов по разрушению страны. Это ж как надо презирать свой народ. Какой циничной сволочью быть, чтобы стравливать людей такой бессовестной ложью. Вы таких политиков хотели видеть во власти, когда голосовали? Еще одна помойка, считающаяся газетой, выходит с заголовком «Недолго фраер танцевал» и текстом. После встречи с послами США и Румынии, экс-кандидат в президенты от нашей партии Рената Усатый выступил в поддержку Майи Санду. Об этом редакции сообщил источник, настоявший на своей анонимности. Во-первых, не было самих встреч с послами. Во-вторых, Усатый выступил публично. Вопрос для идиотов. А при чем здесь анонимный источник? И что же такого он мог сообщить? Там же недавно писали о прибытии американских наемников, внимание, в Румынию и Болгарию накануне второго тура. Ждем развития темы про кровавый Майдан. Вы совсем охренели? Хотя спрашивать не у кого. Я уже говорил. Способность думать головой и партийная лояльность, наверное, несовместимы. Есть такой старый анекдот. Деградация марксизма. Бородища, борода, бородка, усы, брови. Похоже, вся пишущая братья, призванная под ружье социалистами, деградировала окончательно. И списалась. Даже на брови не тянет. Чисто конкретно быдло уровень. Когда такого уровня писанина в неимоверных количествах обрушивается на головы граждан со всех провластных медиаресурсов, это говорит в первую очередь об уровне заказчика. А это всего лишь провинциальный заведующий шахматного клуба «Четырех ослов», который случайной волной был вынесен наверх и почему-то возомнил себя политиком. А вам не кажется странным, что за все четыре года президентства никто из ведущих мировых политиков так и не пожелал встретиться официально с нашим завклубом? Ну, кроме Путина. Да и тот под конец не захотел делать над собой усилия.